Давай вот и начнем с темы компании. Ты понимаешь, почему после такого сезона его на повышение зовут? Это, да, я не могу сказать, что я понимаю. Я удивился, конечно же, я удивился, потому что, но с другой стороны, каждый день открывая канал про Баварию, где же ты? Наш телеграм-канал, который ведет Ольга. Байрон де Самомия он называется. Именно, подписывайтесь. Вот каждое утро я открываю этот канал, я читаю новости, я не могу поверить, что такой бардак творится в такой большой немецкой команде. И, как мне кажется, во многом это от безысходности, но с другой стороны, наверное, в каком-то смысле компании, может рассматриваться как, в принципе, достойный кандидат, потому что, если рассматривать, допустим, не этот сезон, а предыдущий в Бёрнле, то есть там был прям такой топовый футбол, но на уровень, грубо говоря, ниже. То есть это все равно, что забыть все, что было вот сейчас и нанять, грубо говоря, ну, например, я даже не знаю, кого-нибудь из австрийской лиги или из какой-нибудь другой низкого дивизиона после удачного сезона. Мне кажется, далеко за примером ходить надо. Энсу Мореску нанять, и, может быть, Челси это сделает, кстати. Да, вот именно. То есть, возможно, боссы Баварии, во-первых, им многие уже перебирали варианты, и многие отказали, то есть именно отказали. Дед Зерби, как я понимаю, не собирается в Баварию. Кто там? Тенхак еще говорили. Ну, в общем, это удивительно, то есть после этого текущего сезона Бернли, то есть как команда выглядела слабо. И в частности, в том числе, это было из-за вот таких, как сказать, из-за желания компании попробовать перенести тот же самый стиль из чемпионшипа в премьер-лигу. То есть было такое желание, были разговоры с руководством, были инвестиции, были вложения в состав. И была такая в начале сезона небольшая упертость, да, то есть он долго-долго, прежде чем немножко переменить стиль и стать чуть более автобусной командой, что, кстати, не помогло. Вот. Очень долго упирался. То есть вот этот фактор бы меня на самом деле немножко насторожил. То есть компаника, кажется, не то чтобы прям супергибкий, да, вот, но за его предыдущий сезон, за сезон 22-23, в принципе, можно было бы его рассматривать, как сейчас часто я вижу молодой модный тренер, то есть с атакующими идеями. То есть такое ощущение, что сейчас все команды пытаются нанять кого-то похожего. Смотри, мне кажется, действительно, если на что-то ориентироваться, то это первый сезон, где они в доминантной манере больше ста очков набрали и выиграли чемпионшип. И это серьезное достижение, которое сейчас немножко принижают, потому что незабываем, какой Бёрдли он унаследовал. То есть это все еще была команда Шона Дайча, и надо было очень стремительно ее перестроить, и чемпионшип – это весьма сложная лига. То есть там компани показала именно хорошую тренерскую работу. И, наверное, на это можно оглядываться. Конечно, меня тоже шокирует, что этого достаточно для того, чтобы возглавить Баварию даже в такой сезон, даже после такого количества отказов от других тренеров. Но все-таки от этого отмахиваться нельзя. Он здорово себя проявил. Еще, мне кажется, некоторым упрощением говорить, на самом деле я не говорю, что это неправильно, но это упрощение, говорить, что он просто не смог перейти в АПЛ тот футбол, который был в Шипе, потому что уровень лиги другой. Там больше нюансов, потому что, если мы посмотрим на… Ну, понятное дело, для такого футбола очень важна первая стадия. Если мы посмотрим на количество изменений, которые произошли с Бёрдли за лето, то она в очень значительной степени была затронута, потому что самое частое сочетание в Шипе у них было, ну, Мурич в воротах, дальше Робертс и Матсон, как ложные фуллбеки, в центре защиты Харвард Беллис и Байер. Матсона нету, Робертс, наверное, слабое звено был и не подтянул уровень АПЛ. Харвард Беллис не дали его снова в аренду, Байера смогли выкупить, но он полсезона играл с травмой, а полсезона был травмирован и недоступен. На выходе, ну, вот Мурич, это, конечно, упущение, его попытались заменить на Джеймса Трафарда, и это, как выяснилось, ужасное решение, потому что Мурич в тех матчах, в которых играл, был явно лучше. То есть линия, которая была выстроена и была сыгранной, стала хаотичной, не только потому, что это АПЛ, но и потому, что она, ну, просто естественным образом после такого сезона, особенно учитывая, что часть футболистов были просто арендованы, развалилась. И вот в этом, мне кажется, очень большое упущение. И дальше нужно было делать ставки, нужно было, ну, ставки на трансферном рынке, надо было их заменять. И ведь не только эта линия пострадала, но еще пострадала атака от ухода над Нателлой. То есть, по сути, компания оказалась в ситуации, когда нужно заново выстроить систему доставки мяча, и даже непонятно, кому в первую очередь доставлять, кого в первую очередь кормить мячом. И тут, конечно, мне кажется, очень тупым решение просто скопом набрать перспективной молодежи, а не вот точечно и более опытных футболистов. Этот ход Бернли, может быть, летом кому-то казался гениальным, но в итоге не сработал прямо точно, и мне изначально он казался мутным. И все еще усугубилось решение буквально демонстративно вытравить всех нападающих, которые способны играть головой. Векхорст в очередную аренду отправился, Барнс уехал в Норвич, и в итоге Бернли оказался вот в такой ловушке, когда первую стадию нужно экстренно выстраивать, а что делать, если не получилось выстроить? И вот у компании не получилось с новыми футболистами ее выстроить в условиях АПЛ, и дальше пришлось переходить уже на более автобусный стиль, но без инструментов перейти на этот стиль, он неудобен большинству футболистов просто. В общем, мне кажется, все немножко труднее, и я думаю, что Бернли, на самом деле, если бы тупо перенести Бернли прошлогодний из чемпионшипа с большей сыгранностью, даже не с более классными футболистами, а с большей сыгранностью, хотя Матсон классный футболист, с большей сыгранностью в первой стадии, то это была бы более конкурентоспособная команда, и вот во второй сезон больше проявился вот этот вот хаос в перестройке, а необходимость перестройки была обоснована во многом тем, что большую ставку на аренду делал Бернли в первый сезон компаний. В общем, мне кажется, все немножко труднее тут. Ну и да, в Баварии он вряд ли окажется в такой ситуации, когда просто не хватает исполнителей для того, чтобы выстроить первую стадию. Так что, наверное, они правы в том, что оглядываются в первую очередь на тот самый успешный сезон в чемпионшипе, но, блин, мне кажется, что опыт кризисной ситуации тоже должен о многом говорить. Может быть, какая-то другая кризисная ситуация возникнет в Баварии, но она почти точно возникнет, и тут компания себя показала не очень здорово. Но я думаю, он может работать в системе, где у него есть поддержка, где трансферные решения принимают другие, и где эти другие понимают, что компании нужно, но не дают ему самостоятельно лезть в эти дела и излишне в них погружаться. Так что не факт, что это провальное решение, но вот я для себя сформулировал это следующим образом. Это такая ставка в казино. То есть ты можешь сделать инвестицию в нечто безопасное, а когда ты делаешь ставку в казино, да, конечно, может быть, больше адреналина и потенциальный выигрыш больше, но может быть и прям катастрофический исход. В общем, я выговорился. Отлично, да, все, я чувствую, что у тебя накипело. Мне нечего к этому добавить. Кроме того, наверное, маленькой ремарки, что компании такие получилось перенести частично стиль из чемпионшипа в премьер-лигу, потому что по таким стилистическим метрикам, владение, наклон поля, высота линии обороны, точность передач в билдапе, Бернли, все-таки это как бы не суперэффективно, но вот именно по стилю она где-то была, команда была в середине АПЛ, то есть там примерно такие же цифры, как у условного Манчестера Юнайтед. В общем, это не был автобус, безусловно. Ну, ошибок дофигища в билдапе было. Вот в этом большая разница. Ошибок в обороне, ошибок в прессинге. Вот это вот все, конечно, сыграло очень, да. Они пытались прессинговать, у них не получалось, не допускали на пространстве. Потом пытались обороняться более как в таком, в среднем, низком блоке тоже не получалось, потому что игроки проигрывали дуэли. Да, в общем, оборона выглядела очень плохо в этом сезоне.